Отмена политики одного ребенка стимулирует рост рынка послеродовых услуг. С начала этого года родители могут заводить еще одного наследника. О том, как бэби-бум влияет на экономику, расскажет наш следующий сюжет. Ченни Бин родила своего второго ребенка две недели назад. По китайской традиции после этого ей нужно отдыхать целый месяц. Это время считается критически важным для женского здоровья. С домашними делами часто выручают бабушки и дедушки. Но в этот раз Ченни решила обзавестись няней. Мне нужно просыпаться несколько раз за ночь, чтобы накормить ребенка. Я не хочу, чтобы пожилые люди от этого страдали и болели. А профессиональная няня будет знать больше о дом, как позаботиться о малыше. Няня следит не только за ребенком, но и за самой Ченни. Ее услуги стоят около 12 тысяч юаней в месяц или 2000 долларов США. Столько в Пекине зарабатывают только офисные работники. Я думала нанять ее на два месяца, но выходит очень дорого. Могу себе позволить только месяц. Но почти все послеротовые услуги столько стоят. Выбора нет. Многие семьи дожидались этого года, чтобы родить ребенка, потому что год обезьяны считается более счастливым, чем год овцы. Этот год сумасшедший. Внезапно спрос на наши услуги зашкаливает. Количество желающих залегисталироваться выросло на 50%. Только на прошлой неделе мы подписали 70 контрактов. Няням платит от 6 до 20 тысяч юаней в месяц. От 1 до 3 тысяч долларов США. Центр Цуицинвэй в следующем месяце планирует повысить ставки на 15%. Я спрашивала у наших потенциальных клиентов. Они не против, если цены вырастут. Я планирую увеличить число нянек в двое в этом году. Чтобы справиться со спросом, их нужно полторы тысячи. Но хороших найти нелегко. По данным Академии общественных наук Китая, каждый год в Китае рождается 17 миллионов человек. Отмена политики «Одна семья, один ребенок» может добавить к показателю и еще 3 миллиона ежегодно в ближайшие пять лет. В среднем каждый ребенок обходится в 60 тысяч юаней до достижения пятилетия. Поэтому, как ожидается, детский рынок до конца 2020 года добавит 2 триллиона юаней к потреблению. Во всех секторах, связанных с младенцами и детьми, ожидается рост потребления. Родители займутся покупкой детской одежды, игрушек и предметов ухода. Ряд секторов, где работают много женщин, может не досчитаться рабочих рук из-за отпуска по беременности. Но в целом новая политика поможет развитию экономики страны. Ченни Бин говорит, что нянька – это только первый шаг. Женщина планирует потратить гораздо больше денег на образование ребенка и на покупку новой квартиры. Анна Санякевич, CCTV. Субтитры создавал DimaTorzok